Добрый ранок, сейчас вторая половина дня, короче, после этих всех движей вчерашних. Смотрите, какие они маленькие, а там родители стоят, реально бабульки стоят. Смотрите, они реально такие уж на них, короче. Бля, с этого сколько бабла срубили? Какой-то ебаный садованный? Мой битмарь! Ну как, будь потише, да, маленькая крыша, да, маленькая крыша. Артём, ты просто лучшая, это сердечко тебе! Знаешь, что это, это Дима, Торик! Я проснулся в субботу, блядь, быстренько залил влог вам, тупо с трёх предсездов схлепал. Так что, блядь, ставьте лайки, заебали, блядь, репостите. Я поднимусь наверх, блядь, я вас с собой тоже заберу. Ха! А это действительно Тесла? Ну, пишется, Тесла. Последняя? Нет, 18-го. Последняя. Я дал себе обещание научиться отдыхать. Просто, блядь, отдыхать. И вот я справился со своими делами. И учусь отдыхать. И, блядь, получается. Реально, загораешь, жрёшь, нихуя не делаешь, много читаешь. Продуссер довольный. Кто знает, кто, вернее, подписан, блядь, на мой инстаграм, знает, что я дружью, дружью с Рождена. И вот. Сегодня концерт Коржа, но его в пизду, он заебал, и бать. Хуйня, малолетняя, хуйня. И концерт Дорна. А Рожде, он сводил альбом Дорну. Я его слушал до его выхода. Новый Дорн, лирический Дорн. И сегодня мы идем в самый охуевший клуб Одессы. Ибица. Мадефака. Там есть самые элитные шлюхи и аренда столов по 250 тысяч гривен. Идем на концерт Дорна. Короче, дети мои, любите себя и учитесь отдыхать. Не будьте такими ебанатами, как я. Не пиздячьте до сумасшествия. Или пиздячьте, но отдыхайте. Круто чувствовать себя охуевшим типом, лежа на пляже, ебать. А не на стройке, да? Ничего, не ссыте. Ваше время тоже придет. Все будет. Бля, я не люблю ставить цели, потому что я чисто кайфую. Я, блядь, 3 года или 4 не кайфовал от того, что я как долбоеб хожу с камеры и снимаю. Охуй на подписчиков. Ну, в смысле, на количество. Главное, ну, типа, что я нашел вот эту тонкую нить, которую я не мог 3 или 4 года найти. Получать удовольствие от того, что я делал. Ух, бич. Как вы думаете, я бы его вырубил? Напишите в комментариях. Ты блогер, да? Ебать, ну я всегда говорю, Одесса эта, блядь, застряла в 90-х. Ну, разве она, блядь, не застряла в 90-х? Ну, посмотрите на них. Они застряли в 90-х. Ебать, этот город. Просто. Тут не женщины, тут мумии. Женщины, простите. Я только что с Николаевым. Да, охуеть. Свой человек. Он знает, как кадр врываться, ебать. Не, ну я отвечаю. Они из 90-х. Они телепортировались, ебать. Тут в Одессе есть телепорт. Все, нахуй. Так, ну что, мы тут. Кстати, это мой первый раз выбиться, прикиньте. За 34 года. Идем в кассу. Так, ну что, привет, бомжары. Я Александр Пазенко. И я вас приветствую. Самого крутого клуба в Украине, ебать. Называется Ибица. Где самые красивые институтки. И где тусят миллионеры. Вот, кстати, и институтки. Жалко, что я не взял свет. Посмотрите на эту красоту. Это действительно охуенно. Я не думал, что он такой огромный, блядь, этот клуб. Идут такие секьюрити, ебануться. Рожден, спасибо за билеты на Торна. Ты самый лучший. Бля, как круто. Посмотрите, как тут круто. Ну разве это не лучший клуб, ибо? Там вот скамейки цветные. Блядь, жалко, не взял Джоин. А вот там клуб прикольный, трехэтажный, как тарелка. И там тусовка у них. Там у них ресторан. И туда мы тоже пойдем. Блядь, жалко, что я долбоеб и не взял свет. Тут, короче, в конце моста там яхта стоит. И луна. И лучи хуярят по небу. Блядь. Как легко вскружить людям голову, ибо. А вот здесь скамейки. Медальник привез меня в тот клуб, что я вам показывал. В тарелку. Смотрите, как тут. Виталик, крыша моя, ебать. Тут прикольно. Сейчас в YouTube меня взъебет. Давайте писать, что я вам отвечаю. В Одессе типа пошла мода. Делать клубешники типа как рухтоп, типа открытые. Без крыши, ебать. И, короче, вот они сделали. Ну, бля, прикольно. Слушай, я люблю новые места хули. Я же все равно не тушу, не танцую. Я просто хожу по своим кентам. Ебать. Он натуре охуенно. Кто? Вот этот клубешник. Я только диджей хуел. Ебать. Смотрите, что происходит. Я буду тут стоять теперь. Вы увидите. Вы просто увидите, как я буду сняжу теперь. Короче, 6 утра, блядь. Мы дома потусили и поехали к Виталику Югорскому, тот, который моя крыша, который был со мной в Аркадии. Поехали в его клуб Ибица. Ой, блядь, хуа. Который самый старый в Одессе. И просто зацените этот трешняк, блядь. Ну, звезди, в хорошем звезди. Готовы? Готовы, блядь. А, кстати, забыл сказать, что это единственный клуб в Одессе, который делает автопати. То есть он работает только на автопати с 6 утра. Главное крыша, не важно, Паша, Миша или Гриша. Главное крыша. Салам пополам. Ну что, мы уже второй день загораем. Учимся, короче, отдыхать. А по поводу вчерашней тусовки. Билеты на Ваньку Дорна мне дал рожден. Родичка. За тебе, за это огромное спасибо. А еще я познакомился с арт-директором, опять же, из-за рождена этого. Дорна. Дорна, да. Я не знаю, к чему я это говорил. К тому, что Виталик, который Яворский, моя крыша, он в мантре, в лучшем клубе, намутил 2 кровати. Типа, в самых лучших листах для Ваньки. И говорит мне, типа, такой, чувак, я ты намутил кровати, ты мой бро, короче, скажи Дорну, типа, ебать. Завтра он придет, и ты придешь, и снимешь в лох, и хайпанешь на всю страну. И я такой, ебать, да, в натуре. Ну, то есть, мне чисто похуй, но... Классно, что есть друзья, которые вот стараются. Так, по поводу ибит. Бля, я первый раз там был. Слушайте, ну там не вебено. Ну, конечно, чрезмерный пафос. Эти столы, эти шлюхи сверху. Зашкварная, охрана, короче, столов. Ну, типа, чтобы туда не подойти. Хорошо, что у нас была випка, и мы шлялись, не хотели. Нас еще позвали в Квин. Киевский клуб в Одесский, да. Там же в Аркадии. Короче, бичес, кто там был, ставьте комментарии, нахуй. Почем ваши пуси. Так вот, короче, это надо было просто видеть. Потому что у меня и так начался депрессняк из-за того, что я не на сцене, а стою среди людей. Ну, типа, блядь. А в Квин я прям завалил ебало, потому что меня завели с Виталиком в караоке, и я как будто попал в фильм «Дневной дозор». Помните, где у них вакханалия была, типа, они пижества, совершеннолетие вот этого дьявола праздновали, маленького пиздюка. И Сережа там тоже раньше был, раньше пошел. Сережа, скажи, пожалуйста, как тебе впечатление в Клине, блядь? Ну, Квин – это такая концентрация колхоза полного из девяностых. Люди, которые, ну, большинство, я думаю, с виду не представляют из себя ровным счетом ничего, но… Только деньги. Только деньги. Только деньги. И пытаются вот в каком-то замкнутом пространстве создать для себя вот этот ореол пафоса, богатства. Но это все выглядит так дешево, так по-конченому. Ну, то есть искренности там и близко нет. Просто представьте, что есть заведение, которое называется Квин, где самое жлобство и жлобство, и самый высокий прайс. И там они поют караоке. И, ну, песни из девяностых, там, аллегровые. Они в красных платьях, и прям, ну, настолько это все искусственно, пиздец. И Сережа вчера классные слова сказал, что, ну, меня нагрузило очень, его нагрузило. И Сережа, и что, бля, ну, типа, видишь, что мы не такие уебки, как они. И Сережа рассказывал вчера, кстати, про Швейцарию или где ты рассказывал? Ну, да, я был в Женеве, в Швейцарии, там проходил показ мод, и Карл, как его… На Грифельд. Да, который с перчаточкой такой себе, если кто шарит, он уже умер. И самый крутой какой-то там 7 звезд отель. Бля, извини, такая сучка охуенная, вон, видите, черная. Короче, крутой отель, там был по космосу, и съехалась вся богема, политики, бизнесмены, со всего мира. Женщины, которые вот эти в Квине, это просто там девочки, которые приехали с Винницы на плацкарте, надели свое платье один раз в год, приехать туда писькой поторговать. А там ты подходишь к женщине взрослой, ну, просто они выглядят шикарно, у них на руках по 100 тысяч долларов на шее, по полмиллиона. И ты с ними общаешься, как с другом, с которым ты миллион лет не видел, вот любой, ни охраны, никого, вообще ничего. Нет, прикинь. Миллионеры, миллиардеры, суперзвезды, все так ходят, разговаривают, легко, просто, душевно. Самое интересное, там какой-то политик еще швейцарский был, еще там миллионеры, еще кто-то. И мы толпой пошли какую-то шаурмичную жрать, просто забегало в Коголимое, эти шлюх вокруг, ну, кто в Женеву примерно ориентируется, может, был. И все просто, а здесь, возле каждого стола по два охранника, не посмотри, не подойди, взгляд не туда, посмотрел, куда ты смотришь, в чем ты пришел, ну, короче. Да, блядь, куда ты идешь, все по зонам, блядь, короче. Это попытка где-то вокруг, в дерьме, это реально дерьмо, и они пытаются туда чуть-чуть корицы присыпать и думают, что это вот будет дерьмо пахнет корицей. Короче, не наш это уровень, не в плане денег, а в плане какого-то ментального, вот, состояния и прочего, то есть люди приезжают на супердорогих машинах и проводят время, как бичи какие-то, просто дешевые. Блядь, там такие сучки лежат. Короче, мы еще вывели такую тему, что если у девочка хоть что-нибудь упоминает про квин, ибицу или подобную хуету, она так же идет нахуй. Девочки-батанши, сейчас вы в тренде, сейчас вы очень модные, просто естественные, да, без всяких там уколов, начитанные, умные. Это, давайте делать детей, ну, типа, мне надо две девочки, я маме обещал, так что напишите мне в инстаграм и Сереже тоже напишите. Все, всех любим, пока.